Это ваш дебют в кино, да, вот, звезда? Вы согласились сразу, когда было сделано предложение? Советовались с кем-то или там думали? На самом деле нет, это была очень долгая история, потому что перед этим ходил на пробы мой однокурсник. На это же, на главный год, да? Да, да, да. Ходил однокурсник, и у нас просто было такое табу некое до второго курса, ну, даже до третьего курса сниматься нельзя. И у меня почему-то было такое ощущение, что его не отпустят, и поэтому возьмут меня. Я как-то очень долго сопротивлялся какому-то финальному решению. Я думал, что это делается исключительно, ну, меня берут исключительно из-за того, что человека, который снимался уже до этого, не отпускают. А я так только благодаря привилегиям могу там оказаться. Но под конец мама и Аня и Оля Елева, которая была ассистентом по актерам, они как-то развеяли мое шебутное состояние по этому поводу. Значит, вот просто в двух-трех словах для зрителей сюжет. Значит, ваш герой – это 15-летний, ну, в общем, подросток, который что? Который страдает от непонимания взрослых. Ну, как любой 15-летний. Который, естественно. Вот. Который первый раз влюбляется, который первый раз совершает поступок, которым, возможно, жалеет. Что это за поступок? Ну, я думаю, не буду раскрывать интригу фильма. Вот. Просто, ну, такая-то история, которая может быть в... Можно случиться с любым человеком. То есть, первая любовь, первые какие-то серьезные поступки, решения, которые принимаются. Потому что у меня же там мачеха по сценарию, поскольку мать умерла. Ну, кто играет ее? Мачеху Северия, веншу Скайта. Угу. Вот. А, насколько я знаю, она специально выучила русский язык для этой роли. Да, специально для звезды она учила. И сейчас она, слава богу, стала востребована у нас, потому что она, на мой взгляд, просто гений. Угу. Вот. А вашу возлюбленную кто играет? Тина Талайкшвилля. Вот. Она играет мою возлюбленную. В общем, как-то, поскольку я был новенький в этом мире, они мне как-то давали нечто, за что можно было цепляться. Угу. Да. Угу. Вот. И с ним как-то было, ну, на мой взгляд, удобнее всего работать. Да? Ну, да, все-таки одна школа, все дела. Угу. Вот. Это было очень интересно, и роль, ну, я надеюсь, получилась тоже очень интересная. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. Продолжение следует...